Чуть больше месяца остается до одного из главных праздников нашей страны 9 мая. И мы продолжаем знакомить вас, уважаемые телезрители, с теми, кто отстоял родину, сражаясь на фронте и работая в тылу. В этот раз наша съемочная группа отправилась в Красные Читай и познакомилась с Еленой Захаровой, которой в 1941 исполнилось 17. Центральная библиотека Красночитайского района. Здесь в одной из книг районной энциклопедии есть статья про мужа Елены Захаровой, Ефима Феофановича, который участвовал в боях за освобождение белорусского города Мозырь. Помню, в этом сражении наш полк потерял половину состава. Однажды пришли мессершмиты, и на нас обрушился град пуль и снарядов. Ефима Феофановича 4 года нет в живых, и теперь его историю дошколятам рассказывает жена Елена Васильевна. Впрочем, и по ее биографии можно написать книгу. Пока будущий муж был на фронте, 17-летней девушке приходилось рыть окопы. Осенью 1941 года, когда немцы шли на Москву, началось строительство сурского оборонительного рубежа. В Красночитайском районе он проходил вдоль деревни Пандикова. Когда война началась, нас выслали на окопах. Зимой лес рубили, а летом на торфу работали. Зима в тот год выдалась лютой. Температура опускалась ниже 40 градусов. Особенно холодно было по ночам. Спали прямо в одежде. Однажды Елена Васильевна проснулась от того, что на ней загорелись лапти. Единственная дочка рассказывает, что время для мамы, как и для всей страны, было непростым. И голод, и холод. И почки ели там, в лесу тоже. Нет еды. По 200 грамм хлеба давали, а больше там ничего. О том, как узнала, что наши победили, женщина не может говорить без слез даже спустя 74 года. Мы пошли пешком за Суру, в Пельну, на рынок. И там узнали, что война закончилась. Сначала все застыли, а потом заплакали. Впереди была, хоть и непростая, но мирная жизнь. Счастливый брак длиной 58 лет. Дети, внуки и правнуки. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.